МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Марии Денисенко. И сначала коротко об основных темах выпуска. Ищут круглые сутки. К поискам бесследно пропавшей в Сомерныховском районе Сахалинки подключили беспилотные летательные аппараты. Открывают сердца и демонстрируют безграничные возможности. Городской конкурс «Поющие острова» подарил Южно-Сахалинску настоящее чудо, а участникам шанс заявить о себе. Верные ангелы, по небу летели мы. На самом деле дешевле платить несколько штрафов в году, чем оформлять полис ОСАГО и стоять в очереди в страховых компаниях. Письмо счастья за отсутствие страховки. Автолюбители без полиса ОСАГО рискуют платить штрафы каждый день. В новом режиме заработают дорожные камеры и видеонаблюдения. Открыли новые страницы истории родного края. В Южно-Сахалинске завершился восьмой слет поисковиков «Наследники Победы». Поход как раз на сопку, эти раскопки. Это было очень интересно. И как эти новые эмоции ради этого как раз и приехали. Начнем с новостей федерального масштаба. Закон о повышении пенсионного возраста подписал президент страны. Мужчины и женщины в России теперь будут отправляться на заслуженный отдых в 65 и 60 лет соответственно. Повышение на 5 лет предусмотрено и для лиц, проработавших в районах Крайнего Сея и приравненных к ним, а также педагогов, медицинских и творческих работников. Неизменным пенсионный возраст остался для многодетных матерей, работников вредных производств, родителей детей-инвалидов и некоторых других категорий граждан. Владимир Путин поставил свою подпись еще под несколькими документами. За необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста теперь предусмотрена уголовная ответственность. Также президент ратифицировал конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения. При выходе на пенсию она гарантирует компенсацию не менее 40% от утраченного заработка. Документы вступят в силу 1 января 2019 года. Ну а в Южно-Сахалинске пошла тепленькая. Правда, пока не во всех домах и дошкольных учреждениях города. А как протекает отопительный сезон в областном центре, в четверг рассказывали в мэрии. На брифинге сообщили, в этом году готовились основательно. Удалось обновить 7,5 километров сети и пока сбоев в работе нет. Подключили более 90% домов. В оставшееся тепло придет до понедельника. Мы получаем определенное количество жалоб от жильцов по тем домам, которые, в общем-то, вроде как подключены по нашей информации. То есть направлено по тому направлению, в общем-то, теплоноситель подан, но дома по каким-то иным причинам не получают тепло. Либо теплоноситель холодный, в общем-то, подошел к системе теплоснабжения, но не продавливает. То есть такие ситуации сейчас, вот эту неделю, они как бы будут возникать. С чем это связано? То есть мы уже третий год практикуем запуск домов и во всего же все системы теплоснабжения на пониженных параметрах. Что касается должников, то с начала года дебюторская задолженность снизилась на 200 миллионов рублей. Таким образом, сейчас долг всех потребителей за тепло составляет 534 миллиона. В этом году, в течение 9 месяцев, мы подготовили более 1200 исковых заявлений. Это по физлицам, по которым мы с вами производим начисления, это более 130 миллионов рублей. То есть работа у нас идет полимерно и будем ее продолжать. Чтобы стимулировать должников оплачивать счета, специалисты запустили акцию по списанию пени. Для этого нужно погасить задолженность до начала следующего года. А на Курилах горячую ванну принять можно в любое время года. Новый бальнеологический комплекс открылся на Этурупе. Его возвели на месте, где в советские годы был санаторий с грязевыми ваннами и серной водой. Как и в прошлом, комплекс получил название «Жаркие воды». Температура в источнике здесь около 60 градусов по Цельсию. Это позволило оборудовать ванны под открытым небом. Специалисты советуют принимать их курсом. Это помогает бороться с разными заболеваниями. В основном там упор был на суставы. Но ее также можно и пить понемножку. Рекомендации есть такие врачебные. Или там лечили почки, ожирение, гепатит, печень. В будущем в жарких водах также появятся грязевые ванны. Сейчас эта часть комплекса только начинает строиться. Кроме того, на Этурупе сейчас работает еще один бальнеологический комплекс – ванночки. Также популярностью среди туристов и местных жителей пользуются горячие источники у вулкана Баранского. Искали следы авиакатастрофы на горе Московской. 90 юных исследователей в течение трех дней открывали новые страницы сахалинской истории. Как прошел слет «Наследники Победы»? Расскажем далее. В одной связке юные поисковики пробыли всего три дня. Но за это короткое время получили не только массу впечатлений, но и подружились. Вот-вот ребята вернутся в свои родные города и села, и от близкого расставания им немного грустно. Тем не менее, они очень рады, что «Наследники» представили свои проекты, над которыми работали в течение года. Уверены, что историю родного края нужно изучать и находить новые факты. Мы привезли, получается, уникальный экспонат. Рассказывали про Соломко Ивана Миновича. Это наш земляк-фронтовик, который участвовал во Второй мировой войне. В основном мы брали на Шахинский район, железную дорогу, которая уже не существует, а хак от Англии. Готовили по ней исследовательскую работу и нашли очень много интересного. И как раз-таки привезли сюда. В программе «Слёта» «Наследники Победы» организаторы оставили лучшие конкурсы прошлых лет. Такие, как уникальные экспонаты и исследовательский проект. Есть и новшества. Ребята отправились на гору Московскую, чтобы провести настоящие раскопки. Искали следы авиакатастрофы начала 50-х годов. В этом году у нас было восхождение на гору Московская. И мы очень переживали, получится ли у нас, пойдут ли дети, смогут ли они, выдержат ли. Но оказалось, что это получилось одно из самых замечательных, я считаю, самых успешных таких мероприятий, акций, которые мы провели в рамках вот этого слёта в этом году. Всё, конечно, очень понравилось. Больше всего понравился вот поход как раз на сопку, эти раскопки. Это было очень интересно. И эти новые эмоции ради этого как раз и приехали. Все команды получили заслуженные награды. Впереди сахалинских следопытов ждёт более ответственная работа – продолжить исследования и подготовить большой проект 75-летию Великой Победы. Второй год подряд конкурс «Поющие острова» собирает творческих детей с ограниченными возможностями здоровья на одной сцене. В этот раз число участников возросло, конкурсанты выступили в новой номинации «Художественное слово». Юных дарований поддерживали артисты Чеховцентра и солисты филармонии. А возглавить жюри прибыл Даниил Плужников, победитель проекта «Голос. Дети». Любовь к искусству не имеет границ, бескрайние и человеческие возможности. Голосами особенных детей прозвучал сахалин благодаря ежегодному конкурсу вокалистов, артистов и чтецов. Поездка с экскурсионной программой в Москву – главный приз. Но в эти минуты куда важнее спрятать от всех волнение и выступить достойно. Первый раз, когда я выступал в прошлом году, было меньше волнения, потому что не знал, что это такое. Сейчас уже больше волнения. Сколько уже знаю, что это не просто концерт, где можно спеть как угодно. А здесь надо выложиться по полной. Я очень волнуюсь перед конкурсом. Я надеюсь, что я выиграю этот конкурс, и никто мне не будет равным выиграть и никогда не останавливаться. Такое приключение для всех, потому что каждый ребенок мечтает побыть в центре внимания, побыть звездой, выйти на сцену. А для детей и инвалидов это особо важно – наша поддержка, тепло и участие. В ожидании начала волновался и председатель жюри. В этой роли он впервые. К тому же, находясь на Сахалине, пропускает пары в эстрадно-джазовом училище, где обучается в настоящее время. Я не думаю, что здесь будет настолько крутой уровень вокала техничный, потому что это редкость для очень серьезных конкурсов на самом деле. Поэтому очень важно видеть в человеке, что в будущем, может быть, смотивировать, дать ему понять, что ты можешь. 13 конкурсантов выступили в шести испытаниях. Главный приз в номинации «Преодоление» заслуженно взял Кирилл Шишкин. Песня «Счастливый» в совместном исполнении Ангелины Баранчиковой и артистов Чеховцентра отмечена дипломом за эксклюзив. Выступление Анны Гуляевой удостоено награды за пронзительность образа. А приз зрительских симпатий вручили самые младшие участницы – Кири Ким. Настоящим подарком для всех гостей этого праздника безграничного таланта явилось выступление председателя жюри. Места в номинации «Вокальное исполнение» распределились следующим образом. Третье место у сестер Насти и Софьи Мельниченко, второе – у Маши Качайкиной. Главный приз из рук Данила Плужникова получил победитель прошлого конкурса Дмитрий Песлегин. В новой номинации «Художественное слово» не было равных Владиславу Данилецкому. Виноваты проектировщики. Таковы результаты экспертизы некачественного фасада дома по проспекту Победы 61. Новая отделка не продержалась и четырех лет. Сейчас коммунальщики уже заняты временным косметическим ремонтом, а в следующем году пройдет уже капитальный. 30% средств, предусмотренных на капитальный ремонт, будут просто изъяты из статьи «Текущее содержание и текущий ремонт мест общего пользования» и направлены на ремонт мест общего пользования. Никаких дополнительных средств собственников не взымается. Решаются вопросы ремонта подъездов, на которые коммунальщики получают субсидию из городской казны до 80% необходимых средств. Есть виды работ, на которых требуется более длительный срок, чем то, что прошло с момента первого совещания. Но, тем не менее, динамика есть, обязательства есть. Муниципальные наши учреждения включились в работу, поэтому договорились о том, что и установим детскую площадку, соответственно, жители помогут привести ее в порядок. Разберемся с проездом, учитывая проезд на выезд на проспект Победы. И, соответственно, приступили к текущему ремонту дома. А сейчас поговорим о долевом строительстве. К нам в студии присоединилась заместитель министра профильного Сахалинской области Татьяна Неустроева. К подрядчикам в этом году сильно ужесточились требования. Дочкам теперь гораздо проще контролировать, как именно компания использует полученные средства. Татьяна Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Если вот законодательство сильно изменилось, если, может быть, как-то покороче ужать, каким образом оно изменилось, какие радикальные и, как специалисты говорят, инновационные изменения в законе произошли. Да, действительно, 214-й федеральный закон, который регулирует отношение долевого участия в строительстве многоквартирных домов, в этом году существенно изменился. Изменения произошли 1 января текущего года, но самые значимые – 1 июля текущего года. С 1 июля изменились требования к застройщикам. Теперь застройщик – это исключительно хозяйственное общество. В своем наименовании должно иметь термин такой, как специализированный застройщик. Далее юридическое лицо, которое может привлекать деньги граждан для долевого участия в строительстве, должно иметь не менее 3-х лет опыта работы строительства жилья и не менее 10 тысяч квадратных метров, введенного в эксплуатацию жилья. То есть вот такие требования к застройщикам. То есть с нуля уже нельзя, да? Вот у меня есть деньги, хочу долевого построить дом, взять у людей деньги, не могу, потому что у меня должен быть опыт, должен быть резюме соответствующий. Да, действительно так, но есть небольшая оговорка. Если компания новичок на рынке, то она может вступить в холдинг, в группу компаний, те, которые имеют уже соответствие установленным требованиям, и тогда эти заслуги, скажем так, будут распространяться, и на эту новую компанию она сможет привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства. Верно ли утверждение, что прежде всего эти нововведения защищают интересы покупателей, да, приобретателей жилья? Да, безусловно. Я так полагаю, ну не только я, что вот эти самые изменения были и были направлены на защиту прав граждан, учитывая, что в Российской Федерации значительное количество так называемых обманутых дольщиков и проблемных объектов существуют целые, ну, и дорожные карты, и графики, в общем, пытаются решить эти проблемы. Вот, к счастью, что у нас в Сахалинской области нет этой проблемы, нет обманутых граждан. Но, тем не менее, новые вот эти изменения будут защищать права граждан. Ну, в частности, теперь денежные средства от граждан будут поступать не на счет застройщика, а вот этот самый котловой метод, принцип уйдет, когда деньги падали на счет компании. Она как хотела, как распоряжалась. Она как распоряжалась, да, могла кинуть на другой объект, там, или на другие цели использовать. Сейчас нет. Специализированный счет. Вот с 1 июля есть два варианта. Либо на специализированный счет компании, либо на эскроу-счет. Что это такое? Эскроу-счет – это такая новая форма, она, в принципе, не настолько нова. Ну, просто в России, наверное, новая. Но вот сейчас стали применять именно для долевого строительства. На каждого гражданина, участника долевого строительства при заключении договора долевого участия открывается эскроу-счет. Этот эскроу-счет открывается в том же банке, где специальный счет застройщика. И все деньги поступают именно туда. Застройщик не может ими пользоваться до тех пор, пока не будет зарегистрирован первый объект, сданный в эксплуатацию. То есть квартира перешла участнику долевого строительства, право собственности он зарегистрировал. И с этого момента застройщик может пользоваться деньгами, которые лежат на эскроу-счетах. Строить он должен либо за собственные средства, либо за заемные средства, кредитные, ну или иным образом полученные в банковской системе. Наши банки готовы сейчас, сахалинские отделения, уже работать по такой системе? Да, у нас банки работают, уже точно я знаю три банка, которые работают, проводили публичные мероприятия, приглашали застройщики, приглашались органы власти. То есть информация открытая, информация есть на сайте, у нас есть, поэтому могут к нам обращаться, мы все расскажем, покажем. В Сахалинской области, наверное, не так сильно распространено долевое строительство жилья, как на материке. И зачастую сахалинцы вкладываются в строительство квартир, ну в больших городах, там в Москве, в Петербурге, да, какие-то свои цели преследуя. Когда они выбирают компанию-застройщику, на что им следует обратить внимание? Есть ли, может быть, какая-то база, где их можно проверить? Или просто, потому что многие руководствуются просто ценой, да, и отзывами в интернете. На что нужно обращать внимание, когда ты решил вложить свои деньги в пока еще не существующее жилье? Ну, в первую очередь, я полагаю, нужно обратиться на сайт, официальный сайт застройщика и посмотреть проектную декларацию, проектную документацию, информацию о застройщике. Проверить, не стоит ли он в реестре недобросовестных поставщиков, не стоит ли объект в реестре проблемных объектов. Не связано ли имя, так скажем, застройщика с проблемными или обманутыми гражданами. То есть, это вся информация открытая, но надо ее смотреть не в отзывах, а в официальных источниках. Все это есть в интернете. Далее, посмотреть обязательно проект договора участия в долевом строительстве. Сейчас информация о застройщиках, об объектах и о проблемах, возможных, связанных с ними, выкладывается в единой информационной системе жилищного строительства. Это федеральная система, которую наполняют как застройщики, так и все контролирующие органы. Поэтому там вся информация есть. И прежде чем заключать такой договор, нужно обязательно все проверить. Ну, то есть, самое главное, это то, что мы сами несем ответственность за свои вложения. Безусловно. И поэтому нужно быть ответственным перед собой. Спасибо вам большое, что пришли. И сегодня дали такой понятный, подробный рассказ об этих изменениях. И напомню, что у нас в гостях была заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Валентиновна Неустроева. Но это еще не все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В Новоалександровске по вине водителя вот этого микроавтобуса пострадала 65-летняя Сахалинка. Женщина переходила дорогу по безопасной зебре. Куда в это время смотрел водитель, неизвестно. От удара пешехода отбросила на 3 метра. С травмами головы, многочисленными ушибами и переломом ребер, жительница планировочного района доставлена в областную больницу. Южно-Сахалинским оперативным подразделениям в четверг пришлось закрыть для прохода и проезда один из дворов в областном центре. Причиной переполоха стали вот эти сумки, оставленные неизвестными возле дома 31 по улице Карла Маркса. Территорию цепили. На месте работал служебно-разысной пес. Хвостатый оперативник подтвердил, находка не опасная. Отцепление со двора было снято. В Смирныховском районе уже две недели продолжаются поиски пропавшей без вести 48-летней Ирины Козыревой. Сахалинка бесследно исчезла 22 сентября в лесу между Побединой и Первомайским. Первые дни к ее поискам привлекались практически все спецслужбы района. Несколько дней из леса не выходили сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова. В надежде найти потерявшуюся применялись и беспилотники регионального агентства по делам гражданской обороны. На вездеходах поисковики прочесывали труднодоступные места. Пока найти Ирину не удалось. На данный момент в надежде ее отыскать в лес выходят родственники, волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» и добровольцы. Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится в данный момент, просьба сообщить в ближайший пункт полиции. Вместо сотрудника ГАИ электронная форма контроля. Возможно, что уже к концу этого года для автолюбителей без страхового полиса настанут тяжелые времена. Пока многие сахалинцы пользуются моментом и платят штраф только после проверки документов. В данном случае такая схема для водителей выгодна. Патрулей ГАИ в городе все меньше, так что вероятность не попасть под штраф растет. Экономия очевидна. Страховка стоит много, а наказание за отсутствие ОСАГО обходится максимум несколькими тысячами в год. Теперь выявлять незастрахованные машины будут камеры наблюдения. И вот тут-то и начинается самое интересное. В настоящий момент запущена в тестовом режиме такая система в городе Москва, где сотрудники ГИБДД пытаются отработать, каким образом водителю направлять один штраф, если он проехал несколько раз под камерами в течение дежурных суток. Потому что по действующему законодательству водитель может быть привлечен только один раз за совершенное правонарушение. В конечном итоге платить по несколько штрафов в течение одних суток не придется. Но зато есть все шансы получать письма счастья ежедневно. Напомню, отсутствие страховки обойдется в минус 800 рублей из своего кармана. А по действующей так называемой акции 50 на 50 в течение 20 суток это 400 рублей. Островные волейболистки второй сезон подряд одерживают уверенную победу на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Награда снова приехала на Сахалин вместе со спортсменками. Состав команды в этом году поменялся. С начала учебно-тренировочных сборов большинство игроков еще не были на островной земле. Теперь спортсменкам предстоит серьезная подготовка ко второму кругу Кубка России. Напомню, в первом круге островитянки выиграли три игры из пяти. Среди победных встреч матч с одной из самых сильных команд турнира «Динамо-Казань». Второй круг Кубка России по волейболу стартует в Южно-Сахалинске 16 октября. После Кубка Сибири даже не было времени порадоваться особо, поскольку надо было уже принять участие в первом круге Кубка России. Немножко смазали концовку, но опять же на фоне того, что у нас был проделан серьезный путь, много игр выиграно, и понятно, что девочки устали. Сейчас мы полноценно будем уже готовиться здесь на острове, и задачи, которые стоят на второй круг, мы будем стараться их выполнять по максимуму. Пятого, шестого и восьмого октября на ледовом поле Дворца Спорта «Кристалл» хоккейная команда «Сахалин» поборется за место в турнирной таблице с действующим чемпионом Азиатской хоккейной лиги корейской командой «Анян Халла». Сейчас проходят предматчевые тренировки. За сутки до встречи с действующим чемпионом хоккеисты бьют булиты, отрабатывают броски и соревнуются между собой. Изучают тактику игры корейской команды. Специально под неизвестного для новых хоккеистов соперника в тренировочный процесс вносятся некоторые корректировки. Азиаты сильны, быстры и непредсказуемы. Мы немножко изменили состав и внесли нюансы, смотрели, как играет Халла и внесли тактические небольшие изменения. Чемпион есть чемпион. В принципе, там небольшие изменения. Там, по-моему, два-три изменения. А так команда играет в одном составе. Поэтому завтра будет интересный матч. В составе команды четырьмя игроками обновили линию защиты. Для Виталия Зотова из Ярославского локомотива игры с хоккеистами из Азиатской хоккейной лиги стали неожиданным открытием. Скорости, рост игроков из Азиатской лиги. То есть надо перестраиваться, конечно. Нигде такого не встречал. В российских лигах такого уровня нет. Это немного другая статифика. Очень серьезный соперник. Поэтому мотивация у нас запредельная. Это принципиальные матчи. Будем выкладываться на полную, чтобы доказать всем, что мы сильнее. Слабые стороны выявляют в процессе тренировок. И шутки ради разыгрывают кубок Буратино. Обычная березовая полена. Кубок антимастерства вручают игроку, не сумевшему загнать шайбу в ворота три раза подряд. Таким был наш день. Еще больше новостей найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok